Ну что, начнем с вами очередное занятие, считаю тоже одно из самых важных для нас. Ничто так не влияет на яхтинг, нас же с вами, как погода, как погодные условия, которые мы должны всегда учитывать перед выходом в море. Очень много мореплавателей попали в неприятную ситуацию, не учитывая прогноз погоды. Ввиду того, что мы с вами любители, мы должны получать максимум положительных эмоций от нашего яхтинга, поэтому не стоит лезть в море, когда там будет или планируется плохая погода. То есть прогноз говорит о том, что будет шторма, будут сильные ветра, зачем нам испытывать судьбу, лучше сидеть у ресторанчика, у ресторанного причальщика, осматривать местные достопримечательности и пить пивко, ожидая, когда вся эта неприятная закончится. Она закончится через день, через два обязательно. Погода у нас имеет тенденцию к смене, поэтому ничего страшного, если пересидеть на берегу. Есть, конечно, обстоятельства, которые нас заставят идти в пункт сдачи лодки, например. Подходит время к чартеру к концу, погода изменилась, а что делать? Надо идти. И все равно знание прогноза погоды позволит нам подготовиться, все закрепить, все убрать, одеться в специальное снаряжение, чтобы быть готовым к встрече с неприятностью. Потому что здесь в бухточке можно быть спокойно, тихо, выйдем в море, сразу же там ударит ветер и нужно быть готовым. Опять же мы можем подготовить рифы, опять же подготовиться морально, команде поставить задачи, как и чего кто делает, заранее можно выпить таблетки, кого укачивает и так далее. То есть знание прогноза погоды даже в этом случае нам нужно. Кроме того, про чартер, да, здесь кусочек. Если вдруг у вас случается такая ситуация, что к концу вашего путешествия погода изменилась, очень серьезно изменилась, а вы не готовы идти, не хотите рисковать с собой, экипажем, навыков маловато, в этом случае можно позвонить чартерной компании и сказать, они только будут благодарны. В плане того, что вы предупредили их и не принесете им ущерб, или там вдруг вы задержитесь, а новая группа у них там будет простаивать денежные средства, вы предупредили, они привезут, приедут в команду, может там какую-то денежку возьмут, там условно говоря, условно там 100 евро за перегон. Зато вы спокойно сядете в такси и поедете домой, не перегружаясь, да? Вот это оптимально, если особенно на начальном этапе, не брать риски на себя, получать только в удовольствии, да? Все неприятности пусть получают все остальные. Но, что нам нужно знать и где получать прогнозы погоды? У нас основные варианты там, где мы можем получить прогноз погоды. Первый, это у нас интернет. Основные источники прогноза погоды. Интернет. Самое первое. Сейчас это распространено повсеместно. Доступ легкий, дешево, сердито. Многие знают и не профессионалы прогнозные сайты. Это у нас Wind Guru, Wind Finder, Passage Weather, Meteo Marine, Hums.gr.adriatico, ну и так далее. Их множество, этих сайтов. Сейчас можно подчеркнуть название этих сайтов в соцсетях. Также в интернете написать прогнозные сайты для яхтинга. Вам все выскочит. Можете посмотреть один, другой, третий. Взять про-версии, потом купить основные версии, где вам будут присылать даже прогнозы на какие-то регионы, районы. Сейчас все это доступно, все исключительно зависит от вашего кошелька и желания просто найти, может быть, просто свободные сайты, бесплатные. Второе. Офис капитана порта или марины. В крупных марины, портах, где у нас базируются яхт, яхтенные клубы, яхтенные чартерные компании, вывешивают листики с прогнозом погоды на ближайшие до пяти дней, ну, два-три дня, пять дней. Вот, можно подойти, даже если не висит, разобрали попросить, распечатывают. Чаще всего идут навстречу, никаких проблем в этом не возникает. То есть второй источник наших прогноз погоды. Дальше ВИЧФ-радио. В разных регионах, в разное время. В Лоции можно найти целый раздел, посвященный погоде, в том числе на каких каналах, какое время она обещается. Чаще всего это просто на 16-м канале, на основном нашем канале, на котором стоит региостанция, сообщают канал, на котором будет передаваться прогноз погоды. А 16-й канал для этого региона? 16-й канал, он всемирный, установлен International Maritime Organization, но чуть позже, говорю, мы придем с вами к ВИЧФ курсу, и там все это рассмотрим подробно. Нафтекс, навигационный телекс, отдельный прибор, который принимает в специальном формате формализованные сообщения. Опять же, раньше это было дорогим средством получения информации. Были специальные устройства, стоили больше тысячи долларов, устанавливались на всех коммерческих судах, и там каждый дам 2-3 часа в виде факса. Капитан получал распечатку на прогнозы погоды в формализованном виде, он мог его посмотреть и принять во внимание. Сейчас это опять же стало значительно проще, появилось много программных приложений и устройств миниатюрных, типа сотового телефона. Они сейчас в доступе, можно через интернет заказать. Там все то же самое идет, только в мелком шрифте, можно подключить к компьютеру, даже компьютерные есть, если есть принтер, то распечатывать, собственно, сразу же точно такие же. И значительно дешевле. Такие устройства сейчас стоят там по 200-300 евро. Вот, есть булочки, которые подключаются непосредственно к компу. Вот, уже и хард там, и софт, все внутри, где только подключить и включить компьютер, все это будет видно. Очень удобно, практично. Обычное радиотелевидение нам тоже в помощь. Сидим мы в баре, пьем пиво, потом раз кто-то переключил на прогноз на погоду, раз посмотрели, намотали себе на ус. Опрос местного населения. Замечательный такой вариант источника погоды. Пару раз у меня, да не пару раз, больше раз было, когда интернета не было, не было ни порта Марины, невозможно было получить информацию, не было денег на телефон позвонить. Одним словом, подходишь к местным рыбакам, заговорили о том, о сём, потом о погодке, и он тебе расскажет однозначно точный прогноз, проверенно. Скажет, что через два часа здесь ветер поменяется, будет дуть оттуда, там будет сильнее, туда не иди, здесь иди, или просто скажет, всё будет хорошо. Не парься. Значит, действительно, ну, может быть больше ветер задувать. Для них это нормальная погода. То есть, были у меня, говорю, случаи, когда там стоял вопрос, встать к причалу или не вставать, потому что если будет прижимной ветер, будет бить, будет некомфортно. Уточнял, сказали, что сейчас через час ветер сменит своё направление и будет отжимать, и можете спать спокойно до самого утра. А так получилось. В общем, ещё там разные варианты. Одним словом, чаще всего местное население, в данном случае рыбаки, знают прогноз лучше, чем все остальные, особенно в данном регионе. Он может палец облизнуть, да, или посмотреть на горы, где чего там происходит, и сказать, что будет сегодня или завтра. Звонок другу тоже неплохой вариант, особенно если вы идёте через океан. Договорились с своим другом, который сидит дома по вечерам, в интернет залазить на специальный сайт, отслеживать тебя по трекеру, где ты находишься, и скидывать тебе прогноз погоды. Чтоб ты не пересылал, а на приём, сами понимаете, значительно меньше трафик, там, может даже и бесплатный. Можно, он будет звонить как входящий, тоже будет бесплатно, договорившись там о тарифе, там и так далее, оплатить некие услуги. Он тебе скидывает в виде смс, в виде фотографии, там нужную тебе картинку, вот, когда это на тебя, грубо говоря, кто-то работает по твоей заявке. Ну, опять же, там, три недели перехода через океан, замечательный вариант дешёвого получения информации прогноза погоды. Вот, мы с вами рассмотрели основные источники прогноза погоды, их надо помнить, пользоваться всегда. Так, теперь рассмотрим вообще, откуда же берутся у нас ветра и так называемые глобальные механизмы погодообразования. И потом мы перейдём к локальным, и вам очень многое станет понятно. Итак, мы с вами знаем, может быть, из школьного курса географии, о том, как образуются ветра. Ветра у нас образуются, это воздушные потоки, которые перемещаются над поверхностью Земли, из области повышенного давления в область разрежённого, пониженного давления, там, где у нас разрежение есть, туда направляются потоки воздуха. Чем больше разрежения, тем больше и потоки направляются. И, как раз, чем ближе вот эти вот области повышенного давления, там, сжатого, да, и разрежённого, чем они ближе, тем большие порывы возникают. Эти воздушные потоки стремятся заполнить разрежение, и получаются шквалистые ветра и так далее. Здесь вот на картинке хорошо изображены как раз участки, нагретый участок, там, где нагревается, воздушные потоки поднимаются вверх, освобождая место потоком, который сюда устремляется. А в области повышенного давления воздушные потоки над поверхностью Земли устремляются в область пониженного давления. И возникает циркуляция, это уже высоких, не над поверхностью Земли, в высоких слоях атмосферы, или в атмосфере, они перемещаются, возвращаются назад, и возникают вот такие циклические перемещения воздушных потоков. Так вот, некогда учёный Бинар стал рассматривать, а как же всё-таки перемещаются эти нагретые и охлаждённые воздушные потоки. И он сделал эксперимент с горячей водой и молотым кофе. Взял кастрюлю, насыпал туда молотый кофе, поставил на газовую горелку и стал её подогревать. И стал смотреть, как же ведёт себя взвесь, визуально увидеть, почему он кофе-то молотый взял, чтобы можно было видеть эти частички. Эти частички стали подниматься вверх, каким-то образом закручиваться. Как ты думаешь, Коля, вот в кастрюле насыпал туда кофе. При нагревании, как эти частички будут ходить, перемещаться? Вот как ты думаешь? Вот так. Так, хорошо. Вот так. Так, нагреваясь, обстоятельства вниз, только как гурлиния. Да, то есть, получается, кастрюля у нас так вот, здесь внутри подогревается, края уходят и вниз опускается. Так же думаешь? Кастрюля, мне кажется, будет нагревать ещё стенками. Будет больше со стенок подниматься и вниз опускаться, где более... Ну, тогда немножечко я более, скажем, у кастрюли тут толстое дно, которое равномерно разогревается, и совершенно инертные стенки. То есть, не нагреваются. Так сделали кастрюлю. Ну, мысли. В центре подниматься, по краям опускаться. Вот, оказывается, вот, я тоже, для меня это было своё время открытием, оказывается, отчасти это так, но в кастрюле появляется множество ячеек вертикальных, как трубочек. И вот в этой трубочке, каждой этой трубочке, нагретая, в данном случае, взвесь кофе поднималась вверх и по краям этой трубочки опускалась вниз. То есть, у нас небольшая трубка, как кастрюля, вот, а это множество ячеек, как соты, пчелиные. И эти трубочки, в этих трубочках внутри поднимается горячая вода, и вдоль неё опускается уже охлаждённая. И так вот, множество, множество трубочек. Вот эта вот картинка. Вот так это происходит. Аналогично вот этой вот ячейкам бенара, у нас над поверхностью земли образовываются такие же участки. Тёплого, холодного, тёплого, холодного, соответственно, низкого, высокого давления. Низкого, высокого давления. И как раз получились вот эти вот соединения на 30-60 параллели, соответственно, северной широты, 30-60 параллели южной широты. Вот такие ячейки у нас с вами витают. Вот воздушные потоки направляются от экватора, поднимаются выше, здесь переходят сюда. На 30-й параллели опускаются вниз. Зона повышенного давления выталкивает воздушные потоки в разные стороны. В сторону экватора, в сторону 60-й параллели. И таким образом воздушные потоки над поверхностью земли перемещаются. Это глобальные такие тенденции. Постоянно идущие. Локально они имеют, естественно, другую, может быть, структуру, где-то там задувают от других сторон. Но стандартно. Вот так вот у нас ветра образуются, дуют над поверхностью земли. Но, кроме того, что они дуют у нас вот здесь, вот от экватора, к 30-й параллели поднимаются, поднимаются у экватора, закручиваются и так далее. Но у нас еще, вы же понимаете, земля вращается. И получается атмосфера, которая прижата к поверхности земного шара, она вращается у нас вместе с земным шаром. Атмосфера вращается. И в некоторых местах она начинает либо опережать земной шар, либо отставать. Как мы это понимаем? Ну, естественно, относительно оси нашей, самая большая скорость на поверхности земли у нас на экваторе. Ну, дальше всех от... Здесь будет скорость меньше, здесь скорость больше, а здесь самая большая скорость. Понимаете, да? Самая большая скорость на поверхности земли у нас на экваторе. Соответственно, воздушные атмосферы, которые нас окружают, в этих местах она просто не успевает за экватором. И начинает закручиваться назад. Закручивается на запад. А вот здесь вот уже ближе к краям земли, ближе, ну, дальше от экватора, воздушные потоки у нас начинают за счет захвата, вот, ну, так как у нас атмосфера близко здесь у нас поверхность земли, она начинает обгонять. То есть, она хочет выровняться на экваторе, она отстает, потому что не успевает. А здесь, ввиду того, что воздушные потоки здесь быстро летят над поверхностью земли, а здесь медленнее, она уже пытается обогнать землю, как бы, стремясь, ну, устремляемая воздушными потоками близкими к экваторам. И как раз получается, что в районе экватора она у нас закручивается на запад, а ближе к полюсам она закручивается уже, наоборот, вперед, обгоняя землю немного. Вот, в итоге мы получаем накладывание вот этого эффекта бинара на, за счет вращения земли, у нас некие потоки уже устремляются в ту или иную сторону над поверхностью земли. Соответственно, это можно учитывать на, да и вообще прогнозники это всегда учитывают, и имеются глобальные такие тенденции перемещения воздушных масс над поверхностью земли. И поэтому, когда мы с вами находимся в Москве, чаще всего мы получаем погоду, ту, которая была, допустим, в Европе через, там, несколько суток. Тенденция такая, то есть, посмотрев, что у нас там происходит в Европе, мы получаем, что через некоторое время такая же погода у нас с некоторыми изменениями, там, может, появляется у нас с вами. Ну, то есть, мы вот, например, на одной широтой находимся, там, с Копенгагеном. И здесь воздушные потоки закручиваются вот в эту сторону, поэтому через некоторое время мы получим, ну, не то, что там с одной широтой, в Копенгаге, а то те страны, которые ближе к нам, мы от них получаем эти воздушные потоки, которые перемещаются к нам на Москву. В помощь нам уже, рассмотрев вот этот вот эффект, идут прогнозные карты. Вот они выглядят таким образом, селеньким у нас там, закрашенным, это суша, светлым моря-океаны. Зоны пониженного давления отмечаются как буковкой L, зоны повышенного давления буковкой H. В северном полушарии, вокруг зоны пониженного давления, воздушные массы закручиваются против часовой стрелки. Вокруг зоны повышенного давления, по часовой стрелке. И вот так, как бы, воздушные потоки переходят один в другой. Вот тут как раз нарисована стрелочка общей тенденции перемещения циклонов-антициклонов. Антициклон это у нас зона пониженного давления, циклон зона пониженного давления. Стандартное давление гикапаскаля у нас составляет 10, 1010 гикапаскаль, 1012 гикапаскаль. Соответственно, все, что выше или все, что ниже, это уже зона пониженного или повышенного давления. Поэтому, если у вас есть барометр на лодке, то при помощи него мы также можем определить, будет ли изменение погоды. То есть, если у нас повышенное давление, то изменение и пониженное, то же самое. То есть, могут быть ветра в ту или иную сторону разгоняться. Воздушные потоки. По этой карте мы с вами сможем определить ветер в том или ином райончике. По намограмме. Намограммы у нас указаны в углу. И на этой же карте у нас отражаются изобары. Изобары это линии с указаниями давления по ней, ну, в зоне, в рассматриваемой зоне. Вот здесь вот указаны у нас циферки, да, это как раз есть изобары, относительно которых, вот, чем ближе изобары друг к другу, тем большей силой ветер ожидается в этом районе. Чем дальше, тем меньше. То есть, меньше перепад давления между соседними районами. Допустим, нам надо измерить силу ветра, ну, скажем так, вот здесь вот, недалеко от Англии, в этом месте. Мы берем, замеряем расстояние между этими изобарами. Мы находим в намограмме параллель, на которой это происходит, 50-е, вот 50-е параллель. И то расстояние, которое мы получили, между, переносим в это место. И видим, здесь увеличено, что на 50-й параллель, там, где мы померили, сила ветра указана как 10-15, от 10 до 15 узлов. Так как это у нас проходит над поверхностью воды, то надо брать еще коэффициент торможения 0,7. Если бы мы рассматривали над поверхностью суши, то это был бы коэффициент 0,5. И получаем, что, ну, скажем, 10 умножить на 0,7, то в этом месте у нас будет сила ветра 7 узлов. Ну, и так как от 10 до 15, то получаем 10, там, 12 узлов силы ветра, то рассматриваем райончики. То есть, если мы знаем, что мы здесь идем на нашем кораблике, то, посмотрев, увидев эту карту, мы понимаем, во-первых, куда дует ветер. Точнее, извините, откуда дует ветер, откуда дует ветер, и силу ветра в данном районе. Если мы плывем сюда, то нам ветер будет помогать плыть, вот, и уже посмотрим. Здесь вот, допустим, азобары сужаются, значит, сила ветра будет меньше. Азобары расширяются вот в этом месте, то здесь был бы меньше ветра. Тоже можно взять и измерить. То есть, измеряем, и вот здесь получается... Берем широту, здесь вот уже сороковая широта, извините, да, нет, наоборот, 60-я широта. Ищем на намограмме 60-ю широту, и расстояние, берем расстояние между этими азобарами. Переносим сюда и получаем соответствующую. Если... Переносим откуда-то будет? На горизонтальную линию, где у нас... Вот 60-я широта, если узенькая, то это здесь. Если больше, то здесь, если еще больше, то ветра вообще там... А, то есть мы примерно равное расстояние ищем вот здесь? Да, да, на намограмме ищем равное расстояние, которое мы берем между азобарами. В нужном нам месте. Как закручивается основное направление, куда идет, это у нас северная, широта, вот на этой, здесь же, на этой карте и вот на этой картинке мы видим, что холодный фронт изображается, как с синей линией с треугольничками, теплый фронт, это у нас красная линия с полуокружностями, и фронт окклюзии, там не соединяется, теплый и холодный фронт. Это попеременно окружность, полуокружность треугольничек, полуокружность треугольничек. Скажем так, вот это реальный масштаб, вот как на данной карте. И мы с нашим корабликом вот находимся вот в этой зоне. Как мы определяем, что у нас ждет? Вот вот фронт. Вот как раз я хочу иду к этому рассказать. Вот мы с нашим корабликом плывем здесь. Определив здесь по намограмме силу ветра, с которой в данном регионе, здесь приблизительно, видите, одинаковые расстояния между изобарами, мы понимаем, что вся эта воздушная масса у нас перемещается со скоростью 10-15 узлов. Ну, 12 узлов. Средний возьмем. Следовательно, скорость перемещения данного циклона 12 узлов в этом направлении. Наш кораблик здесь. Измерив величину всего этого антициклона, взяв, ну просто, как мы его можем... дистанцию, ну не дистанцию, а радиус, извините, диаметр. Диаметр всего антициклона, измерив, по вертикальной шкале, ну да, мы с вами получим это расстояние. Ну, как я уже сказал, диаметр, да? И расстояние от центра циклона до нас мы можем также измерить. Соответственно, измерив это расстояние, мы поймем, когда центр циклона нас догонит, если он перемещается со скоростью 12 узлов. Через какое время? Допустим, стандартно циклон составляет у нас 150-200 миль. Если скорость ветра, ну, условно, нам, скажем, сейчас 10 узлов, то центр его у нас будет через 15 часов. Через 15 часов. У нас есть с вами 15 часов, чтобы уйти, допустим, от центра циклона, либо на север, либо на юг. Тогда мы получим только краешком, и он нас заденет. А от центра мы уйдем, там, где будет шквалистый ветер, порывистый, порывистый, шквалистый ветер, грома, молния. Поэтому, проанализировав эту карту, куда она движется, у нас есть с вами время, и зная, где мы находимся, свалить либо, опять же говорю, либо на север, либо на юг. Либо направление циклона мы с вами можем вычислить. Во-первых, по глобальной тенденции, то есть, где находится этот у нас циклон. То есть, если бы это было в южном полушарии, то он бы уже у нас шел бы ближе к югу, как у нас вот на этой картинке. Так, не здесь, вот здесь. Закручивается. Здесь у нас закручивается он, в эту сторону, исключительно. Такой стрелочки вы не увидите, ее не будет. Но мы просто понимаем, что вся эта воздушная масса стандартно движется в этом направлении. Если у нас там будет ближе к экватору, то она будет закручиваться от экватора к западу. То есть, глобальная тенденция. Почему у нас как раз тропические все циклоны и прочее попадают на Карибы? Как раз из-за того, что у нас тенденция закручивания воздушных масс у нас все время на запад. Как раз мы на Карибы проходим. Да. Вернемся к нашему рисунку. Здесь у нас лодка и у нашей яхты есть возможность уйти либо на север, либо на юг. Чтобы уйти, в данном случае я вижу, что нам удобнее уйти на юг. Мы с вами замечательным галфиндом полетим на юг. Здесь у нас будет форделинт, что нам не очень удобно, и скорость будет меньше и опасная, и волна может захлестнуть. Поэтому, уйдя на юг, мы через, скажем так, через 7 часов уже будем на краю. А если через 10 часов, так вообще выйдем из всего циклона. Теперь, что же мы увидим на нашей яхточке, когда этот циклон будет к нам приближаться? Первоначально мы увидим с вами перистые облака. Потом мы увидим перисто-слоистые облака. Потом уже будут приближаться к нам кучевые облака. После чего будет у нас гром молний, шквалистый, порывистый ветер. Вот в этом промежутке между перисто-слоистыми облаками и кучевыми. Далее будет период дождей с теплым воздухом. То есть не будет сильных ветров особо. Просто некоторое время, там, денечек, полтора-два, польет дождик. Местами, конечно, будет и ветерок это задувать. Но шквалистых ветров не должно быть. Потом уже, когда будет уходить у нас циклон дальше, облака рассеются, небо рассеется, облака уйдут. И некоторое время будут закручиваться порывчики небольшие будут. Дальше облака рассеются, и опять у нас будет попрохладней, но более ясное небо со стабильным ветром. И опять будет это все сменяться через некоторое время. Циклон на антициклон, циклон на антициклон. В зависимости от того, как прогревается суша. У нас или водная поверхность тех или иных районов. Какие испарения воды у нас над поверхностью земли. Если их очень много, то этих циклонов будет много. Если не сильно нагревается, земля там прогревается, то циклонов будет меньше. Слоистые, перистые облака называются цирус. Перистые, слоистые называются циростратус. Кучевые называются кумулюс. И только они там друг с другом можно пить. Кумулюс стратус, кумулюс цирус, цирус стратус и так далее. Общие такие названия. Запоминать, не знаю, обязательно, не обязательно. Наверное, не обязательно. Но для особо желающих углубить свои знания, можно запомнить, потому что это часто используется. Англичане используют латиницу в погодных картах. Используются эти названия. Поэтому можно как бы длинить все эти на цирус, стратус, кумулюс. Вот вид этих облаков на фотографии, как они выглядят. Здесь почему-то они не по порядку сделали. Сначала цирус нарисовали, потом кумулюс бочевые и стратус слоистые. Та же самая картинка на самом деле, только может быть более расписано. Альто стратус это высокие, циро стратус еще более высокие. там, ну, уже идет более точное определение названий этих облаков. Для геофизиков это в порядке вещей еще больше дать названий, ну, типов, видов, подвидов и так далее облаков. Так, что еще я вам хочу сказать. Если у нас давление падает, по барометру мы видим, на 1 милибар в час, в течение трех часов подряд, то ожидается скорость ветра 20-25 узлов. Если больше падает давление, быстрее, то еще больше ветер. На 3 милибара в час, в течение трех часов подряд, ожидается ветер 40-45 узлов. Опять же, мы можем с вами просто используем наш барометр, понимать, что у нас будет ждать. Теперь, возвратимся еще к стандартной структуре, передаваемой метеослужбами. В том числе, подобная структура, она в передачах ВИЧФ, через ВИЧФ диапазон, через радиодиапазон, и такая же структура, она передается в стандартную, а по Нафтексу, если кто-то будет ходить, потом приобретет себе это устройство, которое я вам рассказывал, Нафтекс, и будет получать эти формализованные сообщения, которые нужно будет не просто получить, а еще расшифровать, потому что там не просто описывается погода, она в формализованном типе, ее надо иметь расшифровать. Кстати, Нафтекс, это у нас глобальная система, она покрывает весь земной шар, как станции, которые закреплены за той или иной стороной, ну и работают по единым стандартам, передается в единой системе, по единым стандартам, в определенной частоте, то есть Штаты, соответственно, покрывают весь свой диапазон, свою акваторию, Европа там с Африкой здесь, Африка здесь, Европа здесь, Российская Федерация, здесь вот кусок Атлантики, Тихого океана, ну и понятно, другие страны, ближайшие акватории, они покрывают, то есть разделены на участки, и каждая страна должна обеспечить туда стабильную передачу этой информации, поэтому понимание нафтекса и принятие этих прогнозных сообщений, в общем-то, для путешествующих из страны в страну и через океаны очень полезное, что в среднем дальность передачи приема данных сообщений составляет 400 миль, поэтому, ну, скажем так, путешествия из Канарских островов на Карибы, мы, в принципе-то, еще некоторые, там, ближайшие 500 миль будут получать сообщения от европейской части, да, вот, потом будет период, в который мы не будем принимать информацию, уже ближе к Карибам, там, к Америке, мы опять начнем получать информацию, вот, кусок, мы можем получать информацию, как с вами уже договорились, через наших друзей, которые нам могут пересылать информацию, а также, здесь, я не говорил, еще по спутниковой связи, сейчас тоже распространено, не так уж дорого, итак, перейдем к структуре, структуре сообщений, передаваемых через радиосвязь, и, и, нафтоксово, вот, эта структура, общая, итак, сначала идет название станции, абракадавра, FQM, там, и так далее, ничего не понятно, но, у специалиста знает, какая это станция, там есть, каталог, дальше, что, что эта структура относится к нафтоксово-передаче, что это текстовая передача, еще общая информация, и, дальше, идет, опять же, станция, которая, допустим, относится к Франции, французский, Франция передает эту информацию, дальше, день недели, дата, передачи, информации, на время, UTC, это по Гринвичу, и, пишут они, здесь, ветер дан по шкале Бафора, в Интерн Бафор, первым номером идет всегда, warning, предупреждение, предупреждение, значит, первое, что они, чтобы люди не уставали слушать весь прогноз, или читать его, первое, дают самые важные сообщения по погоде, там, где у нас, может быть, или даже там, где будет у нас шторм, штормовые предупреждения, и серьезные изменения погоды, то есть, warning, слава же, но, то есть, по большому счету, дальше будет общая информация, где куда задувает ветер, где там льет дождик, где-то будут какие-то порывчики, но если нам говорят warning гейл, все уже ушки на макушке, мы должны, или читаем warning гейл, мы должны узнать, где этот гейл предстоит, куда он придет, и так далее. далее у нас общая информация, написано, general synopsis, опять же, на дату, на время, по системам давления, то есть, pressure 10, 10, 10, 15, может повышаться до 10, 19, в таком-то районе, ну, и так далее, информация идет по каждому региончику, есть у нас карты, на которых эти регионы размечены, вот они, вот разметка регионов, если мы с вами находимся, допустим, в регионе, там, в районе Эльбы, то будет 9 регион, вот Эльба, и мы с вами слушаем, или читаем, где у нас дойдет до Эльбы, нужное сообщение, Эльба, вот что нас интересует, так как это, либо расписано все понятно, там, мы найдем Эльбу, а если идет сообщение, звуковое, да, через радио, то это идет сплошным текстом, причем монотонным языком, где очень сложно выделить слово Леон, с нужной информацией, поэтому берем наш телефончик, находим диктофон, включаем его, и на записи, записали, чтобы потом, нам, как не англоговорящим, и сложно, ну, трудно, особенно по началу, воспринимать информацию, находим наш Леон, несколько раз приниматывая, и несколько раз слушаем, там, ту или иную информацию, чтобы ее уже расшифровать, что же здесь написано, а написано здесь следующее, штормовые предупреждения, то, что было в самом начале, warning, какие они у нас могут быть, гейл, severgale, storm, violent storm, hurricane, то есть, если у нас гейл, то мы смотрим на нашу линейку, и понимаем, что гейл, это у нас будет, 8 по бафору, 34-40 узлов ветра, смотрим, здесь так и есть, severgale, там, это уже ветер, силы 9 баллов, storm, это уже больше, и так далее, дальше, кроме того, вот эти вот, штормовые предупреждения, они говорят, когда он будет, когда ожидается, они не будут говорить, что этот там шторм ожидается через 6 часов, он просто будет, будет сказано слово, именно, а вот здесь мы уже должны с вами понимать, явление ожидается в течение 6 часов с момента выпуска сообщения, soon, скоро, ожидается период от 6 до 12 часов, later, позже, ожидается позже, чем через 12 часов, следующая будет информация, visibility, будет сказано, visibility, fog, poor, moderate, или good, если good, то видимость более 5 морских миль, moderate, от 2 до 5 морских миль, и так далее, moving of pressure, перемещение систем давления, slowly, перемещение со скоростью менее 15 узлов, перемещение систем давления, это как раз ту карту, которую мы с вами смотрели, вот эту вот серенькую, с какой скоростью перемещается, допустим, антициклон или циклон, и вот тут так же мы можем это увидеть, то есть, steadily, steadily, стабильно, перемещение со скоростью от 15 до 25 узлов, rather quickly, довольно быстро, перемещение со скоростью 25-35 узлов, rapidly, перемещение со скоростью, и так далее, trends of changing, тенденция изменений давления, то есть, куда они закручиваются, с какой скоростью, извините, с какой скоростью у нас будет изменяться падение или увеличение давления, wind, wind, вращение, куда, wearing, backing в одну сторону или в другую, wearing означает вращение по часовой стрелке, backing против часовой стрелки, и шкала волнения, scale of rough, если у нас по шкале волнения, они могут сказать calm, то у нас ожидается 0 метров волна, если slide от 0, то есть от полуметра до метра 25, если high, то от 6 до 9 метров, то есть мы с вами должны пытаться расшифровать вот эту информацию, я, например, ее для себя, также сделал в виде таблички, вот она, чтобы у меня была всегда она по-другой, оказывается, она не так много места занимает, вот она, вся информация, которая нам нужна, walling storm, ну, walling storm, я просто помню и знаю, что гейл, стронг гейл, стронг, вайлент, харрикейн, мы увидим вот эти или услышим, имминент, ожидается в ближайшие часов, сумм, и так далее, visibility, нарисовал себя пометочек, moving of pressure system, грубо говоря, я вот в эту табличку все, свел всю систему информации, которая у нас может быть, и когда я либо буду расшифровывать сообщения, я здесь буду смотреть, либо слушать их, да, выписыв нужные, я могу быстренько, сопоставив нужные данные, которые я услышал или увидел, выписать, что меня ждет в ближайшее время, здесь я еще в этой табличке, также внес шкалу бафора, во-первых, разных систем, разных шкал, здесь есть WMO, одна C-state, другая WMO Classification, некое отличие, что мы видим в море, эффекты, возникающие на судне, от данного ветра, что мы увидим тут, или услышим на судне, как у нас будет свистеть ванта, или не свистеть, и так далее, и что на земле, то есть тоже интересная такая табличка, ну и сопоставление в шкале бафора, по шкале бафора, допустим, 3 балла по шкале бафора, это 7-10 узлов, слабый ветер, gentle breeze, высота волны от полуметра до метра 25, колебания и всплески умеренные, гребни небольших волн, начинают опрокидываться, но пены не белые, а стекловидные, ветер развивает флаги и вымпелы, дым вытягиваться по ветру, почти горизонтально, то есть по разным этим характеристикам, мы можем с вами понять, сопоставить внешние характеристики, то есть внешние данные, которые мы наблюдаем, к бальной системе, цифровой, да, таблицу бафора, по крайней мере, до 8 баллов, надо выучить, все, что вышит, совсем все плохо, 9 strong gale, 10 storm, 11 violent storm, 12 hurricane, это можно даже особо не рассматривать, мы должны быть привязаны, пренайтованы, сидеть дома, возле камина, обезнургнувшись плетом, со стаканом глинтвейна в правой руке, вот, а вот до 8 баллов должны запомнить, как нам проще запомнить, во-первых, от 0 до 4 по шкале бафора, мы возводим в квадрат данную циферку, и получаем силу ветра по шкале бафора, 0 в квадрате у нас 0, 1 в квадрате 1, 2 в квадрате 4, 3 в квадрате 9, 4 в квадрате 16, близкие значения посмотрите потом внимательно, куда влево-вправо, относительно шкале бафора, от 5 до 7 у нас умножаем на 4, 5 4 20, 6 4 24, 7 4 28, а 8 уже в эту систему не входит, надо запомнить, от 34 до 40 узлов, как я уже сказал, все, что выше, совсем все плохо, шкалу бафора надо знать, наизусть, по крайней мере, сейчас ее выучить за это время, потом вы ее забудете, потом приедете в море, опять она у вас возникнет, чтобы у вас именно сейчас было время, вы приехали учиться, получите ее, на всех прогнозных картах вы увидите, вот такие стрелочки, они означают направление и силу ветра, одна черточка, Коль, сюда смотри, одна черточка у нас означает 5 узлов, длинная черточка 10 узлов, посчитав количество черточек, мы получим с вами 35 узлов, направление у нас, откуда дует ветер, то есть, если у нас здесь юг, здесь восток, то это у нас юго-восточный ветер, 35 узлов, если у нас здесь север, здесь запад, то это северо-западный ветер, 30 узлов, если у нас здесь юг, здесь запад, то у нас юго-западный ветер, 25 узлов. Треугольник означает 50 узлов. 50 плюс черточка у нас 60 узлов. 60 узлов западного ветра. Западный ветер 60 узлов. Это у нас почти хрикейный. Violent storm. Вот и локальные вещи, которые мы с вами должны учитывать. Ночной бриз. Ночной бриз это у нас бриз со стороны суши. Суша. Водная поверхность даже лучше так начать. Начнем с дневного бриза. В дневное время суша у нас нагревается быстрее, чем вода. Над сушей образуются восходящие потоки воздуха, которые создают зону разрежения, пониженную зону давления. И воздушные потоки над поверхностью воды устремляются в зону разрежения. Возникает такая циркуляция воздушных масс, которая устремляется на сушу. И по высокой части атмосферы, там в верхних слоях, возвращается назад в море. И возникает такая циркуляция. Дневной бриз, когда он дует с моря на сушу. Это у нас возникает приблизительно после 10 часов утра. Суша начинает интенсивно нагреваться. И постепенно ветер усиливается, дуя в локальных местах с моря на сушу. Ближе к ночи, то есть когда у нас солнышко зашло, суша начинает быстро остужаться, а вода остается еще теплой длительное время. И создается разность, скажем, потенциал с разностью. То есть суша охладилась, вода теплая. Теперь наоборот. Воздушные потоки с водной поверхности поднимаются вверх, создают раздрежение над поверхностью воды. И у нас воздушные потоки с суши начинают устремляться в море. И создается ночной бриз, который также создает циркуляцию. Суши дует на море, и море возвращается по верхним слоям назад. Возникает такая циркуляция. Это ночной бриз. Ночной бриз у нас дует с суши на море. Заканчивается он где-то к утру, когда солнышко начинает подниматься, и уже выравнивается температура воды, суша, и возникает обратное явление. Поэтому локально у нас дуют стандартные ветра, особенно на широких таких незакрытых островами, лесами, горами, просторах. То есть суша, когда есть ровная, и водная поверхность. Это стабильно тогда возникает. А вот локально у нас получается некие отличия там. Допустим, мы с вами идем вдоль берега по ветру. Вот как здесь указано. Сила ветра здесь у нас 15 узлов. А вот ближе к суше, и если есть заливчик, у нас ветер будет изменять свое направление, и уже задувать в этот заливчик. Мы с вами уже несколько раз наблюдали это явление, когда мы заходим и все говорят, о, ветер был здесь, а теперь он начинает изменять свое направление. И действительно он начинает заполнять извилистые части там на берегу, задувая зуда. И если видите, здесь он дул 15 узлов, то здесь он уже начинает складываться, начинает задувать 20 узлов. Второй вариант. Если у нас скалистый высокий берег, воздушные потоки у нас устремляются вниз, и, пытаясь заполнить воздушную яму под берегом, начинают закручиваться воздушными потоками. Получается порывистый, шквалистый ветер, закрученный иногда. Особенно на высоких, если у нас вертикальные не пологие берега, а крутые берега. Здесь вот получаются такие срывы воздушных масс. Если у нас есть с вами остров и материковая часть, остров высокий, а материковая часть тоже не очень низкая, то здесь получается как разгонная зона, как вот речка в стремнении, где есть сужение, она ускоряется. Здесь тоже самые воздушные потоки ускоряются. Здесь 20 узлов было в таком мере на ветре, здесь мы уже получим все 30. Здесь указано, что если есть ложбинка, то она уходит и далее соединяется в разгонной зоне ближе к суше. Поэтому, когда вы идете рядом с сушей, будьте очень аккуратны. Если же эти горы еще и высокие и скалистые, уйдите подальше от них. Потому что очень часто срывы такие, что вы идете узлов 5-10 ветер, а срыв будет до 30 узлов. Причем он именно закручивается, он может тебя ударить сначала в одну сторону, а через 5 секунд тебе повалят эти же 40 узлов в другую сторону. Если ты идешь с распущенными поворосами, то получишь броучинг. У меня было там, где сейчас Коля собирается вести, очень близкие явления. Когда лодку ввалило конкретно в один бок, то в другой, под 42 градусов. Точно так же 10 узлов в ветер, а потом мы получали весь тридцатник. Причем прям швырял лодку из одной стороны в другую. Это не всегда. Но это бывает. Очень часто, может быть, вы слышали, такие вещи происходят в Хорватии. Срываются ветра. Я забыл, как они называются. Можно в интернете посмотреть. Вот не знающие яйцмены выходят в лайтовую погоду. Лайтовые 5-10 узлов. Солнышко светит. Идут под красивейшими берегами хорватскими. Вот. И получают вот такие. Потом приходят с порванными парусами. Прощаются со своим депозитом. И так далее. Надо быть очень аккуратны, когда идем с вами вдоль берега. Особенно скалистые. Здесь вот тоже у нас ложбинка между двух вершин. Воздушные потоки устремляются. Здесь ускорение. Здесь мы получим в разные стороны ветер. То есть мы с вами идем. У нас получается ветер дует то один. То бейдевин, то галфинг, то бакштаг. И мы с вами там не знаем, что делать с парусами. Казалось бы, вот идем вдоль берега. У нас ветер закручивается то в одну, то в другую сторону. То есть мы с вами можем смотреть на ландшафт. На горы, на скалы и понимать где и как закручивается ветер. Поэтому сейчас нам будет более понятно, как это так. Что в одном месте у нас ветер дует так, в другом не так. Если мы с вами будем внимательно смотреть на окружающую нас действительность. Кроме того, есть еще разгонные зоны. Типичные ветра для разных районов, регионов. Которые стабильно дуют в тот или иной... В то или иное время года. А здесь указаны Канарские острова. Здесь стабильно всегда дуют вот такие ветра. Если их не учитывать, то достаточно сложно вернуться, допустим, на базу. На Тенрифе есть две базы. Одна здесь в основном городе. Другая Радозул. Вот здесь вот в середке. Ну и внизу здесь. В Радозуле берешь яхту. И идешь, допустим, на остров Эльхейра. Либо Ганера. Замечательно стоишь в паруса. И полетел бакштагом. Вышел сюда. Здесь перешел сюда. В Галфинд или Байдевинд дошел в Лагомер. Замечательным образом. Решишь пойти назад. Здесь ты можешь проскочить еще Галфингом. Здесь кусок пройдешь более-менее. Дойдешь до нижней точки в порт. А вот чтобы вернуться назад, тут ты будешь бороться. Либо лучше выйти в море. И здесь уже в море пройтись. Чтобы потом в нужную гавань зайти вдоль берега идти. Практически бесполезно. Или очень долго будешь лавироваться. Очень-очень много под ветра. Поэтому вот эти локальные ветра нужно знать. Учитывать. Вот наше Средиземноморье. Слышались эти ветра. Французский мистраль. Хорватский бора. Мелтеми греческий с турецким. Ну и так далее. Сироко африканский. Сироко чили в одном месте. Сироко джибли в другом. Ну и так далее. Местные ветра. Они стабильны. Дуют приблизительно в одно и то же время года. Тоже можно прочитать локции. Узнать у местных. В данном случае мелтеми у нас с вами дует. В основном стабильно. С июня по сентябрь. Традиционный. Здесь такой стабильный ветер. Который иногда меняет свое направление. Безусловно. Но иногда разбивает это. В другое время года мелтеми менее тут. Примечательно. То есть менее выражен. И последнее я вам прочитаю. Интересное такое. Авторы здесь красиво изложили такое. Такое видение как себя вести, когда мы попадаем в зону Харикейна. Прочитаю. Замечательно написали. Возможные действия перед лицом жестокой необходимости выбора. Опасности. Попытаться прорваться в безопасный сектор, убегая на юг бакштагом правого галса. Для оценки своих шансов проскочить перед центром циклона. Используйте следующие данные. Оценку своих курсов и скорости. Исходя из реальных погодных условий и ходовых качеств яхты. Оценку скорости и курса продвижения циклона. По умолчанию 290 градусов 20 узлов. А также исходный пилинг и расстояние до центра циклона. Расстояние считайте равным 200 милям. В тот момент как первые перистые облака пришли с востока. С помощью плоттера измерителя можно построить ситуацию расхождения. И понять успеваете вы или нет проскочить перед оком циклона. Спасительный и безопасный сектор. Это то что мы с вами рассматривали. То есть мы рассматривали северный район. Здесь речь идет о тропическом циклоне. Который зарождается в районе Африки. Идет на Карибы. Как от него уйти. Мы рассматривали наверху и северный широк. А здесь чуть-чуть другое. Если по строению говорят, что шансов нет. А яхта обладает хорошими гоночными свойствами на острых курсах. Лавируйтесь на север. В противном случае не теряя времени начинайте готовить яхту к урагану. Убрать все паруса. Надежно закрепить или избавиться от тех тяжелых предметов снаружи и внутри яхты. Яхта перевернется вверх дном и не один раз в ходе предстоящей вечеринки. Подумать о том, чтобы избавиться от мащи совсем или положить ее надежно привязав к палубе. Тщательно герметизируйте люки, иллюминаторы и щели. С него будет падать вода. Дождем назвать это будет сложно. Скорее это будет похоже на водопад. Положите яхту в дрейф, используя плавучий якорь или его суррогат. Не лишним будет наготовить много еды, бутербродов. Не то чтобы гвозди придут. Просто вам будет недоприготовление пищи в ближайшие пару дней. Если у вас есть крепкие напитки, они могут понадобиться в большом количестве. Можно также заранее изучить пару молитв на близком вам языке и в привлекательной вам традиции. Ниже приведены некоторые полезные примеры. Христианство. Отче наш, ииси на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твое, яко на небеси и на земле. Буддизм. Ом мани падме хум. Мусульманство. Бисмил. Ляхер. Рахмани. Рахим. Аль-Хамид. Если вы встретили приближение тропического циклона, находясь в опасном секторе, огромные силы ураганные ветра будут затягивать вас внутрь этой атмосферной воронки все ближе и ближе к оку циклона. Стена воды, падающей с неба, огораживает око. Если вы прорветесь через этот водопад, вас ждет хаотическое нагромождение гигантских стоячих волн, скопление плавучего мусора, собранного циклоном за все путешествие, и бездонное чистое небо над головой, на котором даже днем, как со дна глубокого колодца, можно видеть яркие звезды. Улыбайтесь, небо смотрит на вас, и еще раз верните их к совету в начале описания. Избегайте выходить в море в сезон ураганов там, где они бывают. Такое описание они дали, смешное. А сезон ураганов у нас, когда не стоит как пересекать Атлантику, это получается с июня по октябрь. Во все остальное время вероятность возникновения ураганов уничтожена была. Рифы мы берем тогда точно так же, как с расхождением другими судами. Если возникает сомнение с другим судном, то вероятность возникновения существует, и мы должны уже предполагать действие. То же самое и здесь. Если мы идем под парусами, то у нас возникла только мысль, а не зарифиться, значит пора рифиться. Ждать дальше уже не стоит, потому что рифиться под ветром уже сложно и тяжело, и порвать и так далее. Чуть пораньше зарифились, проблем не будет. Уже значительно меньше проблем. А выпустить парус потом через полчасика, через часик не проблема. А вот зарифить, убрать парус в сильные порывы и шквалист ветер это сложно. Поэтому идем. Все хорошо. Мысль никогда не посещает. Стабильный ветер, никаких проблем. Как только дернулся ветер, где-то подуло и у тебя где-то там засвербило. Блин, а не убрать ли парус или еще чуть-чуть подождать? Пора убирать. А, был у меня случай, я вам пробовал, тоже уже рассказывал, может нет. В Греции. Вот такой был остров, я даже не помню его название. Есть такой мухточка. У нас две учебные яхты. Пришли мы вечером в бар, тут встретились две яхты. У всех куча впечатлений, кто там где ходил. Попиваем там ром, виски, вино, все льется, все радуется. Хорошо, хорошо. И на следующий день у нас, кстати, уже поход подходил к концу. Двухнедельный. И совещание двух яхт, двух шкиперов. Так, куда идем? Здесь будем остров обходить или здесь? Должны будем прийти в обратную сторону. Дальность дистанции вот здесь 12-15 миль. Без лавировки. И смотрим прогноз погоды. Один прогноз говорит, что здесь будет 0-10 узлов ветра. Другой прогноз говорит, что здесь будет 10-15 узлов ветра. Так как у нас уже подходило к концу, мы дали наводку командам. Первая команда яхты говорит, что мы уже находились под парусами и устали. Пойдем по моторам. Поставим чуть-чуть паруска и пойдем в моторе. Все уже хватит. Это была другая лодка. А моя команда говорит, что мы еще хотим ветра, мы еще хотим проходить под парусами. И мы решили пойти сюда. То есть все. Здесь может чуть больше ветра под парусами настраивать и так далее. Здесь, кстати, были такие рифы неприятные при выходе. А ветер у нас дул отсюда. То есть мы должны были идти бакштагом. Мы выходим, получаем ветер в морду. И долго-долго, наверное, час лавировались, чтобы пройти какие-то смешные 3-4 мили. Пока там настроились, пока там с ветром разобрались, пока команда проснулась. В общем, мы час курались, чтобы их обойти и здесь уже свалиться на бакштаг. Все было ничего, но постепенно ветер раздувался. Там вышли мы узлов 5 или 7 было, потом 10, потом здесь мы уже получили 15. Ну, а что, нормально. Сюда уже мы время много потратили. Ну, опять же, как решили, так и решили. Свалились сюда и пошли. И за нас стала догонять темная-темная серая тучка. Мы шли здесь, надо сказать, подличным ходом. У нас было, наверное, сначала узлов 7, потом 8. А потом мы разогнались на бакштаге до 10 узлов. Яхточка была с раковочкой, я не помню какая. Чартерная. 10 узлов. И это сначала темно-серая тучка, а потом она стала черной. Черная туча такая прям, здесь небо ясное, здесь тоже все ясное. А нас вот эта вот такая черная туча с серым таким куском неба так прет на нас так прилично. И очень хочется от нее убежать и спрятаться. Что мы и делали. Расставили паруса и гоним там. Хотя ветер был приличный, мы стали убирать рифицы. Зарифилицы, честно говоря, прилично. Когда мы уже вдруг вошли, 12 узлов. И на дисплее я увидел 40 узлов. Ветра. 40 узлов ветра. То есть мы стаксель зарифили на 1 метр. У нас был вот такой вот кусочек стакселя и такой же кусочек грота. Ну метр. И под этим ветром, который уже усилился до 45 узлов, мы уже летели 12 узлов. Наша яхта шла на бакштаге. 12 узлов при 45 узлах ветра. То есть рангоут плюс два кусочка тряпочки мы неслись. Вся команда уже была подготовлена. У нас все было задраено, включая брандер щит. Все были задраено, все были в обвязках, все были привязаны. Я уже ожидал какие-то неприятностей. И они нас настигли. Уйти мы никуда не могли. Если бы мы пошли сюда, во-первых, все равно это большее. Мы уходили бы от места назначения. Идти к острову мы тоже не могли. Тут деваться некуда. Назад идти еще больше засады. Навстречу получить. Поэтому нам ничего не оставалось. Мы просто убегали от него. Но эта штука нас догнала. Она имела больше скорости, чем в итоге. Естественно. Догнала нас. И в один прекрасный момент. Ну вот здесь вот, да. В один прекрасный момент. Нашу яхту как будто кто-то схватил сзади и держит. Вот прям вот я их схватил. И лодка так... Уф... И остановилась. То есть мы попали в зону разряжения. Которая там вот эта вот... Туча гнала какую-то зону. Или там разогнала. Или, ну одним словом, вот такие атмосферные явления получились таким образом. Что мы оказались прямо в одну секунду в зоне разряжения. Едем 12 узлов, и вдруг волна спадает, ветер спадает, яхта останавливается. И тишина. Понимаешь, как и мертвые скотцами стоят. Я успел только крикнуть, сбросить шкотик. Грот мы, по-моему, успели сбросить шкотик, в такселе не успели. Ну, там все равно один метр. И тут завыло, яхта загудела, и мы получаем удар кувалды в сторону, громадный кувалды, вот такой вот, в борт лодки такой. Ба-бах! Лодка хлоп и упала. То есть, я так как стоял у штурвала в этот момент, я увидел 60 узлов в индексе, на дисплее. То есть, шквал был от нуля до 60. То есть, если бы он был разгонным, яхта просто скринела. А так как он был шквал, то даже несмотря на то, что парусов не было, яхту положила. Вот, естественно. Ну, положила, то есть, удар, все загудело, то есть, ванты аж засвистели, все зашипело, застучало. Вот, яхта содрогнулась, получила удар, и мы легли на воду. Вот. Под этим ветром яхта крутилась вокруг своей оси, вот так вот, лежа на кабаку. Встать она не могла, не получалось, то есть, ветер это гнал. И, опять же, явление природы, так как мы попали в эту воздушную воронку, в пустоту, вокруг нас начало образовываться торнадо. То есть, вода начала кипеть, бурлить, и полетела в небо. Вот то, что мы сейчас читали с вами. То есть, потоки воды, вместо обычного с неба на землю, они полетели вверх. И я увидел как раз вот это вот, ну, бурля, сначала, почему она забурлила? Ей надо было отрываться, то есть, в первые моменты, она начала возникать, явление, которое стало захватывать этот воздушный поток вместе с водой вверх. Все это забурлило, загудело, то есть, яхта загудела, упала, и тут начало это все бурлить и подниматься в небо. Вода полетела прям вот такими, как рекой вверх. И тут же стало закручиваться, ну, прошло там, я не знаю, секунд 20-30, не больше. Конечно, казалось тот момент вечностью. Мне вообще казалось, что минут 20 прошло. Хотя понятно было, что это вот, пока яхта там прокрутилась, это все закрутилось вокруг нас и постепенно ушло в море. У меня вот эта воронка удалилась в море, яхта встала, мы отряхнулись, была команда, была в воде, потому что было с левой стороны борта, на лейерах висело, ну, яхта лежала на воде. Тичьи мы нигде не получили, никаких последствий не было, ну, то есть, для матчасти мы только встряхнулись, скинули испуг, все повреждений ни у команды, ни у кого не было, вот, и с полными впечатлениями внутри, ниже и в пятой точке, ну, почапали дальше, уже те же самые, там, ну, ветер стал спадать, там уже 45, это все ушло, а там 40, потом 35, 30, и там уже заходили в 20, и даже в 10 узлов. То есть, вот прогноз погоды, вот, как это все локально. Честно, я не помню, не помню, не помню. У вас были впечатления, а у них... А они моторили, мы с ними потом разговаривали, говорит, мы моторили, вот, в радио, то есть, это, диаметр острова, там, в 7 или 10 миль, то есть, он узенький, там, всего ничего, у них было яростное солнышко, мы, говорит, моторили, у нас все было нормально, а мы тут на дистанции 10 миль, вот, получили... Шли одновременно в итоге? Я же говорю, не помню, не помню, наверное, наверное, одновременно, потому что мы здесь долго, долго выходили в море, они уже шли, а мы выходили. Вот, представляешь, его панцию, да? Ну, если гад так завалит, весело же будет. Шли, шли... 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 Шли...